нам понадобится нить карточка расческа можно колечко от ключей какие-нибудь бусины пуговицы или ножницы приступаем наматываем нить на карточку или картонку это позволит нам побольше намотать больше использовать нитей и разрезаем с одной стороны если мы хотим украсить наши изделия то мы можем воспользоваться бусиной или даже пуговицей я покажу разные варианты и в детях нужно в самом начале потому что потом мы уже не сможем это сделать колечко вот если она со спиралькой то можно будет присоединить потом вот такие хвостики у нас должно получиться мы завязываем на кончике узелок вот такой и если хотим надеваем вот такое украшение здесь в данном случае пуговицы прикрепляем к чему-нибудь плотному чтобы она у нас не убежала и начинаем берем ниточку сворачиваем пополам кладем одну под нашу основу другую сверху и сюда продеваем кончики и в нижнюю вставляем кончики верхней ниточки и затягиваем со следующей ниточкой проделаем то же самое только эту мы кладем вниз с этой стороны а это вдеваем уже с противоположным и также кончики вставляем с другой стороны наплели сколько нам нужно длины посмотрели берем расческу и начинаем их вот так причесывать можно их вручную распрямлять каждую ниточку вот так вот раскручивать можно их причесать до конца причесываем если нитки вот такие крупные как у меня то можно взять вот такую палочку и тоненьким остреньким кончиком вставлять гнид в основании ниточки и проводить тогда они распушаются сами а потом уже проходить расческой посмотрите как быстро распускаются это намного ускоряет процесс вот такой пушистик у нас получился можно его и дальше распушить пока мы это делали моя дочка сказала не гениальную мысль что это может быть не перо ну и замечательная лохнатая собака посмотрите какая прелесть получилась уже на этом этапе у нас прекрасный пёсель следующее что мы делаем опускаем наши ниточки вниз как они будут будут в естественном положении когда мы его возьмем за хвостик и подвесим вот уже видно форму пера сейчас можно уже обрезать лишнее и придать ему форму обрезаем вот такая форма у нас получилась посмотрите наше перо готово из такого пера можно сделать брелок можно использовать вот такую пуговицу вот такую бусину сделать их несколько штук можно их нанизать на какую-нибудь палочку и будет у вас панно на стену или сделать как мы с вами говорили вот этого прекрасного пёселя наклеить ему глазки носик и это у нас получилось собачка из пера превратилась собачку всем хорошего настроения до встречи